Пропавшего подростка вернули в семье полицейские Шимкента. В минувшие выходные, примерно в 2 часа ночи, на пульт 102 Байского районного управления полиции поступило сообщение о пропаже 12-летнего подростка. Местная жительница сообщила, что ее сын вышел из дома прогулять. Погулять ей в дневное время и не вернулся. Родственники несколько часов искали его самостоятельно, однако усилия оказались тщетными. На установление пропавшего задействовали инспекторов ювенальной полиции. Участковых и оперативников. Стражи порядка проверили все близорасположенные кадры всю места скопления молодежи. Расспросили жители, проверили видеокамеры. В результате мальчика нашли у дома у друга. Выяснилось, что он остался переночевать у своего друга по соседству. А взрослым сказал, что отпросился у мамы. С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа. Полицейские призывают горожан быть внимательными к своим детям в избежание несчастных случаев с их участием. Нарколабораторию ликвидировала полиция в Шемкенте. При проведении специальных мероприятий в рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции задержана автомашина Toyota Camry под управлением 23-летнего местного жителя. В ходе проверки в салоне авто обнаружены наркотические средства общим весом свыше 150 граммов. Далее при проверке в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько электронных весов, пакеты с психотропными и растительными веществами для изготовления синтетических наркотиков, маска-респиратор для работы с химическими веществами, контейнеры для перемешивания наркотических средств, оборудование для давления. Помимо этого, в помещении найдены предметы для расфасовки наркотиков – гиперпакеты, изоленты, магниты, термоусадки и приборы для них. Согласно заключению эксперта, масса изъятых наркосредств составила около 800 граммов, что является особо крупным размером. Установлено, что подозреваемый нашел работу фасовщика – изготовителя наркотиков в интернете в августе. Далее арендовал квартиру в одном из элитных ЖК, где, следуя инструкции, полученной через мессенджер, сам изготовлял спайс для сбыта. Мужчина в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе. По факту проводится досудебное расследование по статье 297 УКРК – незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.